Лиля, скажите, пожалуйста, как изменилась тематика песен после распада социалистического лагеря? Прежде всего я хочу поблагодарить за это внимание, за ваше интервью. И на ваш вопрос я могу ответить так. Для меня мои тексты вообще не поменялись, потому что я всегда пела за любви, а любви существует в каждый режим, так что это меня не мешает. В Болгарии ограничивается ли свобода исполнения песен средствами массовой информации? Существует ли так называемый формат? Понимаю, да. К сожалению, нет. А должно быть. Я так считаю. У нас в последнее время, мне кажется, что профессиональный уровень уменьшился. И в России даже стоит вопрос о том, чтобы решить о профессиональной цензуре песен. Как вы считаете, нужно ли это? Да, я считаю, это очень даже нужно и правильно. Потому что слова должны цензуроваться. Я имею в виду для воспитания поколения. Это очень важно. А у нас этого не существует, к сожалению. Среди музыкантов у нас сейчас существует раздражение по поводу появления диджейской культуры. Как вы к этому относитесь? Ну, считаю, это нормально. Да. А вот как вообще относитесь к экспансии зарубежной музыки, к стилю рэп? И были ли на ваши какие-то произведения сделаны ремейки? Нет, пока нету. Потому что просто для меня это не особенно важно. В принципе, в Болгарии, если бы такое было, то это должно было быть с вашего разрешения, да? У нас это существует, конечно. Но я не считаю, что я нуждаюсь от этого в этот момент. Просто. Как вы относитесь к популяризации артистов через интернет? И как вы думаете, будет ли этот вид бизнеса выставлен на цивилизованные рельсы? Может быть, и да, и нет. Потому что люди от интернета получают все просто на готово и не заплачивают. Я думаю, что это авторы, это потерпевшие будут авторы. В последнее время в России ведется война с пиратами. Как на этот счет обстоят дела в Болгарии? Я хочу пожелать успеха в этой борьбе. Так должно быть. У нас тоже начинается, но очень медленно, к сожалению. Когда вы начинали свою сольную карьеру, молодым талантом было проще стать звездой. Как вы думаете, можно ли что-то сделать, чтобы вернуть этот подход к отбору? Пират, у которого есть качество, по-моему, он, конечно, в внешнее время нужны деньги, конечно. Но если кто-то имеет качество, и он очень здоровитый, он может быть медленно, но он просто доказывает свои качества. Раньше, если звездой уже становились, то это было на долгое время, да? То есть это уже десятилетие, и все его помнят, все его знают до сих пор. А сейчас, конечно, идет, как говорят, каждодневки, на один день, звезда на один день. У нас есть певцы, певицы, которые раньше были так популярны очень, и сейчас они больше не поют. Но все-таки поколение помнит их песни, их имена. От молодых, к сожалению, не остается ничего. А кто-то из ваших соотечественников выступает вот по сегодняшний день, и собирают они такие же аудитории и залы? Может быть, не скромно это прозвучит, но пока только я делаю самостоятельные концерты в Болгарии. А вы работаете с постоянным композитором или как-то поддерживаете связь с теми, кто для вас писал раньше? Я работаю с постоянным, работаю с новым, всегда ищу что-то новое, потому что поколение меняется. И я должна соображаться с мода в музыка, мало или много. Наблюдая последний конкурс Евровидения, приходишь к выводу, что фестиваль становится геополитический. Как вы думаете, в конечном итоге победит музыка или все-таки политика и эпатаж? К сожалению, очень мало смотрится, кто как поет, а просто визия важная и аттракция. К сожалению, к сожалению. Шоу, да? Шоу, да. Шоу. Многие артисты впоследствии становятся режиссерами, певцы, продюсерами. Вам это близко? И есть ли у вас ученики? Пока я не занимаюсь этим делом, вообще моя певческая карьера продолжает с большим силом. И для меня я интересуюсь только от новых композиторов, новых авторов, новых аранжировщиков и все новое. Как вам удается так прекрасно выглядеть, так себя сохранить? Большое спасибо. Я не могу сказать, что очень так прекрасно выгляжу, но спасибо за комплимент, потому что все-таки годы остаются свои отпечатки, мало или много. Но я стараюсь очень много. У меня специальный режим питания, и я не курю, никогда не курила. Я никогда не пила алкогол, сплю достаточно, потому что минимум 10 часов я должна спать, потому что это очень важно для голоса. Какое место в вашей жизни занимает любовь? Ну, любовь, конечно, без любви нельзя жить. Спасибо вам огромное. Спасибо за откровенное интервью. Большое спасибо. Желаю вам и вашим зрителям здоровья, личного счастья и много-много красивых песен. Спасибо. Спасибо вам. Творческих успехов.